Разбросанные по всей территории области стихийные свалки и переполненные контейнеры – наиболее популярная тема гневных сообщений граждан в социальных сетях. Проблема приобрела такие масштабы, что стала основной темой очередного аппаратного совещания по председательствам Акима области Бердебека Сапарбаева. По словам руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Аслана Уразбекова, в области расположены 163 полигона твердых бытовых отходов, где аккумулировано порядка трёх миллионов тонн, однако 65 из них до сих пор не огорожены. За шесть месяцев текущего года собрано ещё 21,6 тысяч тонн, 11,9% которых отсортированы. Данному процессу сегодня уделяется повышенное внимание, так как это первый шаг к экологичному и максимально эффективному использованию и утилизации отходов. Впрочем, одно дело научить людей собирать отходы раздельно, другое – создать условия для этого. С ними-то не всё так гладко. К примеру, не хватает обычных мусорных контейнеров, а ведь тех, которые были показаны на слайдах, оставлял шелать лучшего. Площадка вокруг них также сплошь утопает в мусоре, хотя соответствующие организации должны убирать контейнеры два раза в день. В одном Таразе восемь таких предприятий, обслуживающих более 150 тысяч абонентов, а всего по области – 23. В целом, по региону не хватает более 3,5 тысячи контейнеров. Власти областного центра подали заявку на 700 ёмкости, 200 уже получили. По словам Акима города Айтказа Карабалаева, ощущается недостаток спецтехники, но проблема постепенно решается. На днях закуплены ещё 4 единицы. Глава региона Бердебек Сапарбаев подчеркнул, что обновление своего автопарка должно быть главной задачей обслуживающих компаний, которые исправно собирают деньги с горожан. Другая проблема – в неправильном определении нормы накоплений контейнеров. К тому же ни для кого не секрет, что жители частного сектора регулярно выносят отходы в ёмкости, предназначенные для жителей многоквартирных домов. Кроме того, свой контейнер и договор с обслуживающей компанией должны иметь субъекты малого-среднего бизнеса, в первую очередь сферы услуг. Переполненные контейнеры и площадки есть вследствие следующей проблемы – отсутствие специального полигона для строительных отходов. Последние являются основной причиной появления вблизи населённых пунктов стихийных свалок. Также к их росту приложили руку и несознательные местные жители. Космический мониторинг показал наличие 168 подобных свалок. 97 из них ликвидированы. К хорошим новостям можно отнести сообщение о том, что правительство страны включило Тарас в список из шести городов, где начнётся строительство мусороперерабатывающих заводов. Специалисты Международного центра зелёных технологий и инвестпроектов уже провели замеры морфологического состава местных твёрдых бытовых отходов и геологические исследования. Согласно проекту, завод будет сжигать 50 тысяч тонн мусора и попутно вырабатывать 3 мегаватт электроэнергии. Инвестиции составят около 5 миллиардов тенге. От местной власти требуется выделение 5 гектаров рядом с полигоном и подведение инфраструктуры. Подводя итоги проведённой работы, Бердебек Сапарбаев оценил её на уровне именно мусорного рейтинга. То есть никакого. Эффективность дальнейших действий вызывает вопросы. К примеру, стихийные свалки обладают удивительной живучестью и быстро появляются снова. Это показывает отсутствие должного контроля и разъяснительной работы. Поручаю создать рабочую группу во главе с моим заместителем. Проанализировать ситуацию и выбрать наиболее приемлемую стратегию решения вопроса с мусором. Надо помнить, что это и вопрос здоровья нации, наших детей. Первостепенное внимание необходимо уделить сортировке отходов, создавать соответствующие цеха и мини-заводы. Требует активизации работа с инвесторами, способными построить современный мусороперерабатывающий забот. В договоры с обслуживающими организациями необходимо ввести пункт об обязательной очистке контейнерных площадок. Следует уже защитить наказание за создание стихийных свалок, проводить разъяснительную работу. Мы должны сформировать у граждан культуру человеческого общежития, когда нельзя мусорить не только у себя дома, но и в родном городе. Затем руководитель управления энергетики и ЖКХ Кодайберген Курганбаев доложил о ситуации с бесхозными электрическими сетями и трансформаторами. В первом случае на баланс городских и районах Акиматов переданы 113,9 и 120,9 километра сетей. Во втором – 47 из 49 бесхозных трансформаторов. Ситуацию тормозит Аласский район, где повисли в воздухе 7 километров проводов и два трансформатора в Каратау. По словам Акима данной территории Бахыта-Казанбасова, речь идет о дачных массивах. В ближайшее время электроустановки обретут хозяина. Бердебека-Запарбаева не устроили столь расплывчатые формулировки, и он поручил решить вопрос в течение недели. Последний вопрос повестки дня был посвящен платежам и выплатам. Для возмещения коммунальных платежей 119 тысячам шамбулцам в апреле-майе из республиканского бюджета было выделено более 3,5 миллиардов тенге. Освоено 2,6 миллиарда. Остальные деньги будут возвращены в бюджет. Что касается социальных выплат, 167 тысячам 199 жителям выплачено по 42 тысячи 500 тенге. Более 54,4 тысячи человек получили адресную социальную помощь на общую сумму в 2,3 миллиарда тенге. Выдача микрокредитов остается на уровне ниже среднереспубликанского. По грантам же, наоборот, 100% результат. Как заметила Кемобласть, есть договоренность с профильным министерством о предоставлении дополнительных средств в случае опережающего освоения выделенных денег. По обыкновению под занавес совещания Бердебек Сапарбаев сделал краткий анализ по каждому вопросу, высказал критические замечания и определил направление дальнейшей работы. Для нас сейчас главное открывать рабочие места, активнее реализовать государственные программы Нурлежер, Нурлежол, программу индустриально-инновационного развития. Надо работать над повышением доходов людей, сокращением количества безработных, самозанятых, получателей ЕСП. Впереди начало учебного года, а многие учителя не владеют навыком дистанционного обучения. Каждой школе должен быть индивидуальный подход. Учеников начальных классов нужно по возможности учить традиционно. Тот же первоклассник должен прочувствовать дух школы, увидеть учебные классы, познакомиться с учителем.